всем привет играем фарс без доната решил сегодня записать мнение нового героя 4 сезона шавель шайвелл что-то никто не не делать на него обзор там сейчас посмотрим немного путанное путанное описание героя ну ладно поехали шайвелл посланникада класс клерик мир тайн в общем этот герой будет сопротивляться недугам маны то есть среза маны и замедлению маны так семья но мы уже знаем 4 сезона легендарный драконоборец это делает камни на поле которые по чуть-чуть вас тыкают увеличен приложить бафа первые три бафа будут увеличен на один ход у этого героя так но это первое что приходит в голову увеличение атаки да баф на атаку баф на защиту ну такие вот не скоро на них будет получать на поле это я думаю сильно лет не будет на характеристики итак способность мать демонов миньон шиваны так первый вопрос кто такая шивана это она же наверное шайвелл или я чего-то недопонимаю будет восстанавливать 100 здоровья каждый ход ну предположим что это и она шивана и ее миньоны будут увеличивать здоровье каждый ход ладно по характеристикам 782 атаки 749 брони и 700 вот 700 1438 жизни так что можем сказать атака хорошая броня средняя ну жизни там получается тоже хорошие в принципе характеристики для четвертого сезона они плюс-минус стандартные что касается других героев которые были до этого они конечно же имеют хуже характеристики тут все достаточно просто то есть в принципе можно говорить что по базовым характеристикам герой вполне себе играбельный хороший герой давайте посмотрим об особо на на особый навык скорость маны средняя то есть в принципе и герой будет играбельно войнах уже сразу по только по скорости маны ну как правило можно говорить что где-то его можно поставить так способность наносит 255 процентов урона цели всем ближайшим врагам ну рончик такой я бы сказал средний даже учитывая что он бьет по троим например у меня есть даже фиолетовая как зовут эту гм чека я выловил санта-муэрта она бьет по троим 270 то есть можно говорить что не самый лучший урон по троим дальше призывает миньона демона для заклинателя значит значит он будет один миньон наследует 35 процентов атаки заклинатель 35 здоровье процент здоровья заклинатель ну я вам хочу сказать жирный заклинатель смысле миньон и учитывая то что он будет давать по 100 единиц хп да здоровье лечение за каждый ход ну похоже он долго будет лечить этого героя в принципе и будет очень неприятно это лечение это что он такой жирный до учитывая то что у этого героя 1438 базовых очков здоровья конечно же по м ком это будет можно будет разогнать и скорее всего одно из направлений куда нужно гонать м ки это здоровье на учитывая это способность и такого жирного миньона но в общем то если так прикинуть ну скажем около двух тысяч много ну там артефакты и то все но 2000 можно так взять здоровье будет у этой шайвелл значит это будет миньон со здоровьем 600 единиц это как средний средний герой тройка прикиньте ну да тут конечно разрывы дали ему миньон такого жиробаса ладно миньон демон будет атаковать всех врагов отлично миньон значит будет у нас массовик каждый удар приспешника демона уменьшает максимальное здоровье на 30 30 чего почему каждый удар уменьшает на 30 здоровье а это максимальное здоровье максимальное здоровье цели не может быть уменьшена ниже 30 процентов понял понял сначала не мог разобраться что такое максимум ну это 30 это максимальное здоровье то есть если например 10 ходов простоит этот миньон или два миньона то максимальное здоровье может уменьшаться на 300 от одного миньона или 600 единиц ну блин и даже не сказано насколько это похоже это на весь бой будет уменьшена ну очень интересно как минимум знаете вот по этому навыку в принципе и потому что потому что этот герой со своими миньонами будет достаточно жирный можно говорить о том что это центральный герой вполне себе будет хорошо стоять со средней скоростью да так неплохо будет неприятно камень не зашел и все там он начал на себя навешивать подхиливается там ну оверхапа конечно нет но блин кидает на себя таких скажем средних героев троечек они бьют на 35 процентов на атаки самого героя то есть в принципе если так посмотреть да действительно нужно героя поэмкам двигать атака и здоровье вот такое вот направление как я понимаю интересно интересно вот ну что еще можно сказать по этому герою сравнивая с другими центрами топами все таки приходишь к выводу что да герой жирный неприятный ну вот это вот навык у него уменьшение максимального здоровья всем непонятно как он будет играть потому что все таки если у вас более сильный команду более менее сильная команда и вы там собираете свои заряжайте их то все таки есть возможность там до пробить как ты его пробить их но хотя это будет сложно даст такими не сделать ладно тут и все-таки непонятно насколько это будет критично вот этот уменьшение максимального здоровья причем всем врагам да это же у нас миньон массовик блин да да вот это вот я сразу не до недооценил что если там затяжной бой с этой шейвелл начинается то твоя компачка начинает уменьшаться здоровье даже если ты будешь лечить с другой стороны там оверхп конечно надо учитывать это джеки та же самая вам в помощь но тут есть о чем подумать да ну первоначально я был склонен к тому что все таки зимку на шейвелл например никто не поменяет и что например интересно гм этого месяца диметра которая да там наносит урон всем кто имеет миньонов тут будет не так профитно против всей команды тоже это можно учесть потому что она будет навешивать урон только вот на эту шейвелл да так что против диметры можно и ставить и очень интересно будет сравнивать центр шейвелл и нашего слона пока думаю что все таки такой проходный герой возможно не сможет развернуться сильно по центру и сильные команды все таки найдут способ его как-то сносить да но все но все таки да дам ему такую среднюю оценку это вряд ли имба имбовый герой потому что как бы каким бонжерным не был но побольше шотеров да таких плюс диметра бронерезов и можно будет да там зарядить их всю свою пачку пробивать так что это такой себя не самый критичный герой с не самыми критичными навыками вот но в принципе достаточно быть неприятный ну хороший однако забегаю заранее вперед и скажу что пока сам принял решение не призывать хоть и без донат игра не призываю 4 сезон может быть позже через день два запишу видео так вот мне пора закругляться понятно почему я сейчас не собираюсь призывать в четвертом сезоне вот ну грубо говоря впереди и ждут намного более имбовые герои чем это шавелл ладно так что для четвертого сезона это средний герой для всего пула героев это ну такой хороший герой если его так сам выпал случайно да я прокачал но не уверен что он вот обязательным для пачки обороны это будет ваш самый такой центр стержневой на котором будет висеть вся ваша защита она спасибо размышлял тут насчет этого героя кто увидит пишите свои заметки и размышления всем спасибо пока